Здравствуй, дорогой зритель! Вышел патч 0.7.0, который обещает много всего исправить в RealPolitics 2. В числе прочего, исправлен Пакистан и Молдавия. А если вы живете в этих странах или хотите за них поиграть, то вот для вас отличная новость. Для меня больше, конечно, интерес экономика представляет, но там большой список улучшений всяческих. Так, переводить его я не хочу, просто зайдем и на живую посмотрим, поменялась ли дичь с налогами, которая в прошлый раз удивила не только меня, но и тех, кто смотрел прохождение. Посмотрим еще, что поменялось, что добавилось, стало ли в целом лучше и интересней, чем было. Но видите, эта штука как глючила, так она и подглючивает. Вот стрелочки, по-моему, появились, смотрите, да, теперь удобно перелистывать. Вот это нормально. Вольные птицы, контроль над личностью снизить, процветание, черда, дошлить. Вот это я штуку пытался, вот уже 44 сделал. Пустые генералы, генералов я не наберу столько. Хотя теперь деньги-то есть, может и наберу даже. Теперь, когда налоги у меня 80%, больше нельзя, ладно, и так сойдет. Может и наберу. Курск. Курск недовольненький. Давайте в Курске что-нибудь сделаем. Действия в области субсидирования сельского хозяйства. Нет, это не то, что нам нужно. Вот, социальные действия. Фестиваль провели уже. Речь главы государства. Как прокатит? Нет, не прокатит. А подождите, вот же оно идет еще. Это действие еще не закончилось. А, нет, это стройка. Генералы. Нет, ничего я не сделал для Курска. Жалько, жалько. Был я в Курске как-то. Как-то в Курске я бывал пару дней. Ездил к сослуживцу на празднование. Так, ну давайте посмотрим, что еще можно делать. Сбирать на компании. Ну это точно нет. Поддержка властей региона. Поступление ОД. Нафига нам это? 21 ОД. У нас 3000 с лишним. Нам можно поднять на 21. Совсем странная штука. Усмирение меньшинств. Еще больше недовольства. Нет, не это нам надо. Пропаганда можно? Вот, недовольство упадет. Вот то, что надо. 90% шанс на успех. Так, значит, сюда, дальше. Вот, кстати, удобно. На один и тот же тыкаешь и показывает по порядку. Это вот разработчики молодцы придумали. Так, ну давайте везде пропаганду тогда проведем по-быстрому. Сколько она стоит? А, содержание 25. Ну, ладно, ничего. Неприятности эту мы переживем. Зато все время пропаганда будет везде по всей территории. Так, и я собирался строить в Рязани космопорт. Ой, ой, ой. Что-то написали, что при Zoom все лаги исправили. Но нет, не все. Так, это в экономике же было, да, космопорт. Сколько стоит? Десятку. Ну, давайте включим скорость. Пойдем еще там к Турции, к нашей, которая... Эх ты. Приглашение на похороны. Правительство дружественной страны приглашает вас на похороны главы государства, скончавшегося после тяжелой и продолжительной болезни. Дипломатический этикет требует вашего присутствия. А это что за страна? А, Казахстан. Так, конечно, это ж наш этот... Разумеется, я отправлюсь. А почему ОД минус 30? Я отправлюсь, ведь это отличный шанс пообщаться с важными людьми. ОД минус 100. А тут одинаковый эффект. Не-е-е. Отношения минус 20. Ну, давайте ОД 100 потратим. Что у нас? 140 тысяч ОД накопилось. Давайте, да, отправляемся. Так, а я хотел сюда подкрасться и посмотреть, как наши шпионы там поживают. Я их не вижу ни одного. Ага, вот теперь вижу. Ну, смотрите, лагает хуже, чем раньше, однозначно. Даже менюшки теперь уже начинают заедать. А я только включил ее. Ну, то есть, это же вообще плохо все стало. В общем, так плохо-то все стало. Ничего мне не запущено лишнего. Проц разогнан. Ну, патч. Как-то. Смотрите, как все дрыгается. Ой, печаль, печаль, печаль. Вежливое недоумение. Участники прощальной церемонии отметили ваше неуважение к покойному. Есть опасения, что это не лучшим образом скажется на вашем имидже. Отношения со странами вне блока минус 3. Счет плюс 5. А что, не так-то? Я приехал. Не надо было просто ехать общаться. А я приеду, я ни с кем не буду разговаривать, что ли? Буду молча стоять. И все, и не шевелиться, да? Фу на вас в этот раз. Так, ну что дальше-то? Дальше нам надо 10 тысяч, а у нас 1200. Давайте третью скорость тогда. А вообще лагать стало сильнее. Определенно по менюшкам полазим пока. Копим десятку. Состав блока нашего. Потерпел неудачу. Еще и шпион наш профукался. Деньги. Ежемесячный баланс. Долг. Погасить долг можно, но смысл? Мы за него платим всего 12. Нету смысла. Рост ВП минус 0.18, но при этом суммарно 0.23. Так, в Курске нормально пропаганду провели. В Башкортостане тоже. А в Вилюйске не очень. Давайте в Вилюйск. Еще раз. О, что-то больше, да? Недовольно стало. Ух ты. Все стали недовольны. А чего ж таки все недовольны-то стали? Вот вопрос. Как бы. Недовольны они. Уж не из-за высоких ли налогов? Давайте попытаемся выяснить это каким-то образом. Культура русская, православная. Я про Мордовию хочу конкретно узнать. Мордовия. Страна вечно зеленых помидоров. Давайте посмотрим, что мы знаем про Мордовию. Нафига мне весь список? А, это весь список ЦФО. Ну свернули бы его, что ли? Я тыкнул конкретно в Мордовию, да? Сначала выберите провинцию. Выбрал. Область Мордовия. Ну нафига мне весь ЦФО здесь вываливается? Цивилизация в провинции. Православная. Культура. Мордовская. Население 21. 21 чего? Человек? 21. Я думаю, что не миллион. Есть у меня подозрение, что в Мордовии столько не проживает. Но это не точно. Давайте вот Рязань посмотрим. Я точно знаю, сколько проживает в Рязанской области. И это не 10 миллионов. Миллион 200 в Рязанской области проживает. В Москве 216. Это тоже неправильная цифра. Там официальных 24. Последние, которые я помню данные, они не прям вот сегодняшние. Но по последней переписи, по-моему, было там 24 официально зарегистрировано. В Рязани лям 200, может лям 400. Это Тула, по-моему, лям 700. 13. Посмотрите. Рязань 10, Тула 13. Ну ладно, да. Тула покрупнее. По-моему, лям 700. Но вот эти цифры от балды нарисованы. Какая сложность загнать сюда реальные цифры. На чем-то же они вот эти вот основывались. 216, 10 и 13. Один фиг они их забивали. Они их не рандомом же делали. Но при всем при этом, с реальной они не связаны никак. Так, ну давайте вернемся к Мордовии. Что еще там с Мордовией? ВВП. О, достижение получено. Маленький конструктор. Настроил какой-то муры. И стал молодцом. Так, ВВП, вероятность восстания 0. Вероятность восстания 0, а недовольство 26. И требуемое недовольство. Вот это вот требуемое недовольство до сих пор так по-русски и не исправили. Хотя в патчноте написано, что улучшение перевода сделали локализация. Но, видимо, не на русский язык. Наверное, в России, наверное, не много покупателей этой игры. Я и еще один, с которым мы в комментариях переписывались. Он ведет канал тоже. Товарищ, я не помню, к сожалению, как его зовут. Я не очень имена запоминаю хорошо. Но вот у него я видел эти видео. И у себя. Больше факторы недовольства. Вот. Теперь я знаю, где посмотреть. Пропаганда школ. Минус 2. В смысле пропаганда школ? Они против школ, что ли, в Мордовии борются там? Невозобновляемые источники энергии. А, минус 2 от недовольства. Значит, это плюс. Но тоже можно было бы как-то разделить это. Безработица. Плюс 0. Налоговая ставка плюс 13. Да. Вот теперь, смотрите, налоги стали влиять на недовольство. 13% мы получаем от налоговой ставки. Есть смысл все-таки. Авторитарный строй. Контроль над личностью. Принятие других культур в области. Дошкольное образование. Пропаганда школ. Туризм. Плюс они странно, что туризм их расстраивает. Как будто... А, но они, может быть, завидуют, что к ним не ездят туда. Там смотреть-то особо не на что. По-моему, это область с самым большим количеством колоний. Там... Ну, там все. Там веткой 13 зон на ней находятся. Это вся область. Поэтому я очень удивлен, что население Мордовии больше, чем население Рязани. Больше, чем население Тулы. Грязная бомба. Так, городской рельсовый транспорт. Минус один. У них трамваи есть. Там где-то. Еще так как-то... Немного сомнительно все это дело. Понятно. Значит, за налоги меня все-таки догнала игра. И это хорошо. Так, снижаем свой баланс. Снижаем налоги. Сейчас чуть-чуть бабки в плюсе оставим, чтобы в минус не удал. Потому что в Рязани мы сейчас будем строить космопорт. Он очень крутой. Он дофига стоит всего, но содержание постройки десяточка. А эффекты, значит, ИЧР плюс 3 сразу. Реализация всех проектов минус 10%. То есть быстрее будут. Расходы на содержание всех проектов в ОД упадут на пятак. И в деньгах упадут на пятак. То есть и поступление очков. Ну, поступление очков плюс 5 это хрень полная. А вот сэкономить денег на содержание это круто. Хотя, учитывая, что 5. Это всего минус 5. Или с каждого объекта. Вот я сейчас задумался тоже над этим. Если всего минус 5, то тогда это полная фигня, а не эффект. Потому что он сам будет жрать 10. Если с каждого объекта по пятерке, тогда это бонусная штука. Потому что на большом количестве объектов мы много денег можем сэкономить на содержание. Вот. Если всего 5, то это провал. Так. Давайте поищем свои доходы, расходы. Инвестиции. Деньги. Так. Баланс. Долг. Вот. Содержание построек. 304. Оно. Вот опять же, да. Есть иконка на содержание построек. Есть эффект на снижение расходов на содержание построек. Почему эти иконки нарисованы разными? Нафига вы себе усложнили жизнь, нарисовав их разными? Нафига вы мне усложнили жизнь, восприятие одних и тех же параметров? Параметр содержания построек. Нарисуйте его здесь. Напишите минус 5. Все. Это вторая часть игры уже, да. Это уже... Причем, смотрите, стоимость проектов. Вот она иконка стоимость проектов. А эта штука влияет на содержание. То есть, вот сюда она влияет. Вот эти иконки одинаковые, которые должны быть разными. А вот эти разные, которые должны быть одинаковыми. Ладно. Давайте все-таки посмотрим. 304. Содержание построек. Обещается минус 5. Если это будет проект еще, космический полет надо сделать сначала. Пойдемте в проекты. Космический полет. Фильтр-то починили. Космический полет. Вот он. О! Нельзя. К сожалению, Рязань останется без космопорта. Ух ты, а расходы ИЧР-40. Нифига себе. Лазер. И что, 25 ИЧР улетит из-за лазера. Из-за лазера. А счет 100 всего, да? Нет, не будет космопорта в Рязани. Очень жаль. А так хотелось. Так, ну давайте посмотрим тогда Мордовию нашу недовольную. Стало ли... Там было 13 факторов недовольства из-за налогов. Стал 10, да. А, у меня, в принципе, пауза даже не стоит. Игра как крутилась, так и крутится. Да, действительно, все. Вот теперь недовольство стало снижаться. Ну куда ты? А, один Вилюйск остался, да, недовольным? Вилюйск. Пропаганда, хочешь? А фестиваль? Давай, фестиваль. 750. Ну теперь уже 750, дороговастенько. Учитывая, что вход 280 прилетает в Вилюйске. Ой, все, опять слагала. Да двигайся. Не хочет двигаться. Ой. Крайне короткая серия. Потому что она уже, видите, как по кадрам. Давай, подзумлюсь. Давай, держись. Держись. Пожалуйста, держись. Переписывался как-то с техподдержкой какой-то западной. Не помню уже, что там за вопрос был. А вот есть у них фраза Please hold on. Ну, типа оставайтесь на линии, да. И они через гугл-переводчик перевели. И там было Пожалуйста, держись. Ну, что-то там мы там разбираемся с вашим вопросом. Пожалуйста, держись. Так. Аборигенная. Там аборигены, да, у них? Вилюйский аборигенная культура. Цивилизация аборигенная. Это якуты. Судя по якутской культуре. Так, ну что, Мордовия. Все. Теперь-то хорошо. Все. А вот опять, смотрите. Недовольство 23. Требуемое недовольство 23. Тут было 26. И тут было 26. Налоги давали нам 13. Ну, вот стало 10. Снизилось. Что за фигня с этим требуемым недовольством? Я думал, это тот уровень, на котором начнутся восстания. Но вероятность восстания 0. То есть, вообще, связи нету между вот этим и восстаниями. А вот эти одинаковые. Так. Фестиваль успешно выполнен. Отлично. Все, да, теперь у нас нормально. Я хочу в блоке посмотреть. Что-нибудь-то, какие пользы-то вообще-то будет происходить от этого блока? Кроме того, что он есть, и мы на него деньги тратим. Кроме того, что нужно все страны мира загнать в один блок, чтобы стать мировым государством, я что-то никакого не вижу. Никакой пользы от этого всего. Одни расходы. А чтобы все страны мира загнать, это нужно офигеть, какую экономику иметь. А теперь уже больше нельзя поднимать. А, кстати, смотрите, было-то плюс 23. Пересчиталось. Осталось 0.5. Но я знаю, почему. Тут минус 18 у нас. Минус 0.14. Но что-то пересчет как-то... Да что там в Белюйске, за дела-то творятся. Знаете, что, ребята, в Белюйске? Я тюрьму у вас сейчас построю. Так. Не так. А у вас еще фишечки нету для стройки? Вы... А что вы бунтуете? Вас тут даже построить нельзя ничего. Так. Ну-ка. Военные действия. После военного восстановления, военный парад. Военизированная зона. Военный парад, что даст. Ух ты, еще больше недовольства. Нет, это не то, что мне надо. Академическое сотрудничество. Россия, уровень интеграции блока, научная интеграция больше 25. А вот я теперь не могу делать у себя академическое сотрудничество из-за того, что у меня есть блок. Потому что там должно быть больше 25. Как мне там сделать больше 25? Сейчас будем с этим разбираться моментом. Так, ну что, социалка. Речь главы государства. Не, не. Вот я нажимаю отмена. Почему нельзя в предыдущее меню меня вернуть? Почему меня сбрасывают на самое начало? Смена культуры. Распространение одной из ваших допустимых культур в области с чужой культурой. Так, вот давайте посмотрим, насколько влияние культуры добавляет нам недовольства здесь. Так. Принятие других цивилизаций, принятие других культур. Ну, всего трешку на самом деле. Не густо. Вообще не густо. Трешку. Смысл нету. Хотя Агрессия России, отношение со всеми в минус 5. А он сейчас минус 1, да? Недовольство в областях с чужой культурой вырастет. Ну, такое 70, да ё-моё. Приём мигрантов не хотите ли? Недовольство плюс 10. Чё-то ничего не сделать уже. Укус смирения меньшинств. Как вам такое? Ещё больше недовольства. А больше я не могу ничего сделать тут. А, вот смотрите. Вот здесь работает на правую кнопку возврат, а из открытого уже не работает. Так, может вам что-нибудь сделать модернизацию инфраструктуры. Хотите? Вот, смотрите. Недовольство минус 10%. Содержание не будет стоить. Ничего мне. ВВП области 5. Согрязнение окружающей среды 20. Ну, ладно. Давайте. А то он всё время какой-то недовольный у нас. И пойдёмте в социалочку ещё вложимся. Где у нас что-нибудь хорошее? Социальное такое там образование, какое-нибудь медицина. Ну, вот образование, например. Всеобщее среднее образование, например. Сделать среднее образование обязательным для всех подростков, чтобы лучше подготовить их к взрослой жизни. Ну, как-то... Как-то сомнительно. Всех подростков. А кто-то в институт хочет, кто-то не хочет среднее образование получать. Или сначала в среднее, а потом в институт. А когда работать тогда? Среднее ПТУ после 9 класса. Если я один хочу... Как-то непонятно. Дистанционное обучение. Вот с этим понятно, например. Экономические университеты. ВВП даст прирост. ИЧР плюс 1 модернизация универов. Рост безработицы по нолям. Так, дистанционка. Контроль над личностью упадёт, который нам надо снижать по нашим квестам. Расход ОД на содержание всех проектов минус 3. Ну, ОД нам не очень жалко. Так, экономические универы. 2000. Это не расход, это должно быть. То есть там, где я говорил, что 25 потратится, это не потратится. Это просто требование. А вот здесь. Давайте ВВП ускорим ещё, чтобы снова поднимать налоги. Так, И... И, И, И... ИЧР плюс 1. Не то, чтобы уж очень... Так, контроль над личностью плюс 1. Ну, вот видите, да, потому что обязательно всех загонять. А где какая-нибудь медицина? Где? Социальная политика вот есть. Ладно. О, давайте в социальную политику. Вот вообще ничего нет. Борьба с миграцией. А по той ветке вот это... Чего-то только через эти, да. Ну, давайте трудовое законодательство. Это, в принципе, минимальная налоговая ставка плюс 3. Значит, у нас сейчас минимум в налогах сколько? 25 будет, 28, наверное, да? ВВП упадёт. Но зато откроется потом... Так, пособие безработицы ещё уронит нам. Социальное пособие снизит недовольство. Социальное страхование ещё. Тут всё в постоянные расходы. Понятно. А вот интеграция блока, кстати. Вот проекты про блок. Давайте вот их запустим. Плюс 10, плюс 15. Действия доступны. Сотрудничество спецслужб. Давайте, раз у нас есть блок, давайте по чуть-чуть будем блок развивать свой. Поступление очков. Появится новое действие. Вот это вот интересно посмотреть. Давайте. Будем интегрировать свои блоки. Общая социальная... Уже. Чё, прям вот в секунду, что ли, так? Да, вот смотрите. Социальная интеграция стала 15. Так, а совместные действия спецслужб. Ой, так, я зря так отзумливаюсь. Она сейчас опять залагала. Залагала. Ой-ой-ой-ой. Стой, всё, не шевелись. Всё, хватит-хватит. Сюда нажмём, куда-нибудь в Казахстан. Посмотрим. Действия блока. Финансовая поддержка. Исключения. Аннексия. Военные учения. А что-то я не вижу. Вот этой вот проспецслужбы. Это, наверное, ещё шпионов. Так, ну всё, разлагайся. Совсем, смотрите, подвисло. Блин, я сдвинул экран просто чуть-чуть. Ох. Вот я спрашивал тогда у разработчиков, когда они в комментарии приходили ко мне, поменяли ли они движок или нет. Они мне на это ничего не ответили. Но, судя по вот этой трёхмерности карты, движок они поменяли. И у меня один вопрос. Нафига? На том движке ничего не лагало, всё работало. Ну, прикручивали бы механики внутренние туда. Зачем вот эта вот трёхмерность, из-за которой вот это всё начинает вот так вот улетать? Так, отказ от претензий, не то. Действия блока. Политическая интеграция. Одинаковая политическая система. Нет. Не знаю, не появилась эта штука. Давайте посмотрим, что ещё там в блоке есть. Базовая военная интеграция, например. Военная плюс 10. Военные издержки минус 1. Милетаризм плюс 2. Так, экономическая. Расходы ОД на содержание блока падают. Отлично. А денежки? А денежки не падают, да? ОД падают. Так, а ещё дальше. Свободное перемещение капитала. ИЧЕР. Да куда ты? Плюс 10 ИЧЕР. Неплохо. Торговые договора. Рост ВВП. 0,002 биткоина. Унификация законодательства. Тут бы что-нибудь бы найти. От опять 0,002. Такое, чтобы... Единый учебный план. Чтобы снизить расходы на создание. Так, налогообложение. О, налоговое поступление плюс 10%. Вот это неплохо. Но дорого. Смотрите, тут 4, тут 4. Тут 4 практически. 16-20 тысяч штук нет. И прирост плюс 3. Нет. Пока нет. Медицину я хотел найти. А, вот, давайте попробуем. Фильтр-то заработал или нет? Нет, фильтр так и не заработал. Либо он с самого начала так должен работать. Не так, как я понял его. Я думал, здесь выбрать можно. И он отфильтрует те вещи, которые подходят к недовольству. Но здесь ничего не подходит, да? В экономике ничего не подходит. В образовании должно подходить хоть что-то. Нет, не подходит. В социальной политике тогда. Нет, все равно ничего не фильтруется. Ну, в общем, фильтр не очень-то. Так, реформа налоговой системы. Максимальная налоговая ставка не надо. ВВП падает не надо. Поступление денег плюс 5%. Вот это хорошо. Обслуживание долга плюс 15%. Давайте. И стоит только ОД. Давайте заглянем в экономику. У нас обслуживание 12, а деньги 333. Подтвердить. Долго будет делаться? Займет какое-то время. Ну, давайте ускорим, да посмотрим. Здесь должно стать... Где-то 14, наверное, поменьше, да? Нет, пока нет. Кто там опять недовольный? Все, велюсь к все недовольный. Что ж там все не так-то? Они отваливаются на 110, да? Давайте какие-нибудь дружеские действия с Казахстаном найти. Стареющее общество. Последние демографические исследования показали, что наше общество стремительно стареет. Детей рождается все меньше, а людей трудоспособного возраста уже недостаточно. Да, есть такая тема. Ну, природу не победишь. Как-нибудь выкрутим все. Рост населения упал. Срочно проект... А, проекты заняты. Ладно. Сейчас. Здесь надо сделать дружеские действия на улучшение отношений. 25, да? Ну, нормально. Чтобы не отваливались наши... Эть, эть, эть. Ты с трудом, с таким оно движется, а? Ну, прям... И вот здесь тоже надо сделать... Жесть, конечно. Так, все эти запустили. Тормоза, жесть. Хочу посмотреть на приросты денег. Сколько? 5% нам обещали, да? Значит, тут должна плюс 15-ка быть, а обслуживание 2 где-то на 2. То есть, в плюсе на 13 мы выйдем. Ну, уже 340. Смотрите, прибыль-то растет. Хотя население падает, налоги должны падать тоже, да? Людей-то меньше стало. Но нет. Так, дипломатическое действие. Потерпела неудачу. Еще минус 5. Ну ты че? Нормально же общались. Так, а ВВП наш совсем скукожился. Почему-то. Неужели из-за налогов? Сно 14. Походу, да. Ну, значит, сейчас еще будем снижать их. Может, и Велюиску полегчает там. Блин, даже менюшки тормозят. На какой надо уровень? Так, ну вот с Беларусью нормально. Подзумить, чтобы не тормозило-то нифига. Сейчас дождемся проекта и посмотрим. Все-таки медицину поищем повнимательней. Так, чего там? Заканчивается. О, смотрите, парламент. Право-радикализм. Человек-налог. Ну, кстати, их можно там увольнять и новых набирать. Реализован проект. Давайте все-таки с экономикой посмотрим. Да, двадцатку получили, а здесь даже на двоечку не прибавилось. Отлично. Теперь можем снизить. Следующие выборы. Демократия. Нет, нельзя в демократию. Вилюйске сделали инфраструктуру и упало все недовольство. Можно налоги тогда оставить на прежнем уровне. Хотя бы ВП тоже вырос. Все, все, тогда налог вообще не шебуршим. И начинаем зарабатывать по 430, хотя в содержание инфраструктуры улетело. И все. Ладно. Пойдемте в проекты. Поищем. Там кто все воюет-то? Турция из Грузии, что ли, до сих пор воюет? Албания присоединилась. Ну, офигеть теперь. Все, менюшки теперь наглух начинают тормозить. Ну, значит, пора завязывать. Все-таки сейчас я какую-нибудь медицину найду, чтобы увеличить рождаемость у нас. Экономика, образование, идеология. Диалогик, путь запарим. Религия. Патриотов. Ура, патриотов. Надо? Военный парад доступен. Ну, у нас так уже доступен. Содержание. 10-20, да? Нет, спасибо. Социальная политика. Как я уже смотрел. Военная политика. Штаб военно-морских сил. Дорого содержать все это. Ладно. ВВС. Флот физиковой технологии. Не государственное учреждение. Это что? Позвольте разместить у себя международный центр всемирной ассоциации сервиса, гигантский комплекс. Все ради вас. И зачем? Зачем? Возможно принять НГО 0. Отношения с НГО 5. Плюс 1. Золотая лихорадка. Возможно принять НГО. Позволяет вам разместить у себя международный центр церкви рекогнологии. Таинственный золотой гарнизон. Нафиг они нужны? Что-то я не вижу медицины от слова совсем. Ну давайте тогда займемся дорогами. Частный транспорт. Почему бы и нет ВВП? Вон как бахнет. Так. ВВП вырастет. Вот это что за маленькая штучка, которая не показывает ничего. Но это снижение недовольства было, я так помню. Да, минус 1% требуемое недовольство. Давайте частный транспорт. Всего-то 4 сотки. А содержание только УД, которых у нас девать некуда. Ой, еще опять 2-го. Ну что можно сказать? Видимых изменений никаких не видно. Кроме вот этой штуки, которая теперь тоже зависает. Как и все остальное теперь зависает. Недовольство от налогов появилось. Может быть оно правда и в тот раз было. Просто я не успел его увидеть. Вот сейчас я его увидел. Может быть оно только сейчас и появилось. Не знаю. Но тем не менее оно есть. Это хорошо. Это надежду возобновляет. Значит можно еще будет играть дальше. Просто в тот раз я подумал, что если налоги на 80% никого не коробят, то экономики в игре нет вообще. Но нет. Немножко коробят. На 68 пришлось остановиться пока что. Но это Вилюйск. Может быть я могу вернуть. И будет опять дофига. Видите, менюшки уже тоже не хотят скролиться. Вот. Поэтому пока какой игра была, такой она в принципе на мой взгляд и осталась. Но я засейвлюсь, дождусь нового патча и снова зайду, буду делать чудесную Россию будущего. Чтобы не пропустить это событие, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик. Напишите комментарий по поводу этой игры. И если видео понравилось, поставьте лайк. Спасибо за просмотр и пока.